Уважаемые братья и сестры, Всевышний Аллах в Коране сказал Помимо этого, то, что он указывает прямой, правильный путь Этот Куран радует верующих людей, которые творят благие дела То, что им уготовлена великая награда Всевышнего Аллаха А те, кто не верует в Судный день, те, кто не верят в Аллах Мы предоставили им болезненное наказание Также описывая Куран, Всевышний Аллах Ничто его не постигнет из-за лжи Курана Не постигнет его ложь То есть все, что сказано в Куране Все там истина Ни спереди, ни сзади Никак его не обхватит ложь Это не с посылания от Господа миров Этот Куран указывает прямой путь И также в Куран указывает нам Если Аллах, субханаху ва-та'аля, захочет своему рабу Читая Куран, мы понимаем, что тогда Аллах сделает своего раба Мубаракан, благодатным От него будет исходить баракат Благодать, где бы он ни был Как сказал Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, касательно Иса ибн Марьям Пророка Иса Сура Тиль-Ибран Иса, алейиссалам, когда заговорил еще в Колыбели Он сказал Поистине я раб Аллаха Он дал мне Всевышний Аллах, субханаху ва-та'аля, книгу И сделал меня пророком И сделал меня благодатным, где бы я ни был Что такое понятие баракат, мубарак? Как понять? Мубарак, благодатный То, что То, что через тебя, если ты будешь благодатным Посредством тебя Аллах, субханаху ва-та'аля, даст пользу своим творениям Своим народам Своему созданию Через тебя придет польза Баракат И помогать творениям Аллаха, субханаху ва-та'аля Если от тебя исходит польза для творения, создания Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля Это из самых великих приближений ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва-та'аля И самый человек Счастливый человек Который Получит именно вот эту милость от Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля Проявляя благодать Начиная от своих близких И тот, кто ближе и ближе На далиль из Корана Отдавайте то, что положено Своим родственникам, близким Мискинам, бедным И путникам То есть начиная с родственников И потом, кто ближе и ближе Как же человек может стать баракатным? Как достичь вот этого бараката Перед тем, как твой баракат, наш баракат Перейдет другим, чтобы он у нас был Во-первых, должно быть Искренность с Аллахом, субханаху ва-та'аля Ихлас То есть искренним рабом должен быть со Всевышним Аллахом, субханаху ва-та'аля Когда он остается наедине, чистым должен оставаться Хорошо думать о Всевышнем Аллахе, субханаху ва-та'аля Поэтому для того, чтобы стать баракатным И этот баракат переходил другим Как мы сказали Дабы приблизиться ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва-та'аля В первую очередь Мы не сможем стать баракатными Пока не станем возвеличивать Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля В своих сердцах Пока мы не научимся возвеличивать Истинно, искренне Всевышнего Аллаха, субханаху ва-та'аля Мы не сможем стать баракатными После того, как мы научимся возвеличивать Всевышнего Аллаха, когда мы познаем величие Всевышнего Аллаха, это способствует тому, что у нас появится в сердцах то, что мы будем торопиться к тому, желать того, что уготовил Всевышний Аллах. То есть, если пока человек не научится возвеличивать Аллаха, человеку, например, Джагилю, или неверующему человеку скажешь, у Аллаха рай, у Аллаха такие благодатные, уготовленные награды, он скажет, где Аллах, я его не видел, рай я не слышал, кто туда ходил, кто оттуда возвращался, как обычный человек говорит, не познав Аллаха. Поэтому, первое, нужно познать Аллаха, кто он такой, возвеличить его в наших сердцах, после этого зарождается в сердце, когда ты увидишь, какой великий Аллах, и что у него есть, тогда ты будешь стремиться приблизиться к Аллаху. После этого еще больше начнешь возвеличивать Аллаху, и после этого у тебя будут пророждаться дела. Отсюда будут зарождаться дела, благие дела, и вот эти дела будут итогом бараката, твоего бараката, твоей благодати по отношению к себе и окружающим людям. Тем самым ты приблизишься к Аллаху. Это как строение кирпичик за кирпичиком. Самый великий пример в баракате, это наш пророк Мухаммад. Субтитры создавал DimaTorzok